Куча параметров, жуткая задача совершенно. Было множество состоявших из N элементов. Был параметр K, который не превосходил N. Был параметр S, который не превосходил C из N по K. И был параметр L, который не превосходил N-K, как сейчас. А вы помните такое? Да. Что-то узнается, да? Да. У нас были такие M красивые, они назывались словом «совокупность». Да. И они состояли из подмножеств M1 и так далее, MS, вот этого множества. M1 – это K-сочетание, M2 – это тоже K-сочетание, MS – это тоже K-сочетание. Они все разные, поэтому их не больше, чем C из N по K. Так, значит, давайте я напишу совокупность K-элементных подмножеств, или что-то тоже самое, K-сочетание, K-элементных подмножеств в множестве 1, 2 и так далее, M. И вот эту совокупность мы считаем случайной. То есть, повторяю, как обычно я говорю, да, что все эти совокупности, все разные совокупности лежат в мешке. Мы запускаем эту дорогу, достаем одну случайную. Вы, наверное, помните, мы с вами позавчера обсуждали, что вероятность этой совокупности – это вот такая многоэтажная C-шка. Один поделить на C из C из N по K. Ну, смотрите, у нас… Мы выбираем K и Z, а из этих вариантов мы выбираем S. Ну, правильно, да. Ведь, вот я так обычно говорю, чтобы было, может быть, понятнее. Элементами этой совокупности, элементами этой совокупности являются K-элементные подмножства. Всего K-элементных подмножств C из N по K, и вот составить совокупность, множество таких подмножств, так, чтобы она имела мощность S, можно C из C из N по K по S способам. Выбрать из C из N по K элементов S элементов для построения совокупности. Это можно C из C из N по K по S способам. Так, давайте введем случайную величину X от N. M случайно, вот она как-то на нас свалилась, или мы ее вытащили из мешка. Да, не свалилась, а именно из мешка вытащили. Мы вытащили из мешка случайную совокупность. И теперь X от N по определению, это у нас будет количество таких L элементных подмножеств. Множество вот этого от 1 до N исходного, 1, 2 и так далее, N, количество таких L элементов подмножеств. Множество, что каждый из них имеет непустое пересечение с каждым множеством из совокупности N. С каждым множеством из совокупности N. Но это уже звучит, звучит страшно. Из совокупности N. Но мы не ищем никаких путей. Давайте, прежде чем осознавать, что здесь кошмар какой написан, вспомним все-таки до конца, в чем состояла задача, которую мы решили на прошлом уроке. Вот мы же не просто посчитали вероятность одной отдельно взятой совокупности, мы посчитали вероятность некоторого содержательного события. В чем состояло то событие, вспоминайте. Ну, вот я... Вот A какой-то тут, да? Вот и тут тоже какой-то A. Вот какую роль играла L в той задаче, которую мы с вами уже успели решить? Ну, что мы могли выбрать остаток чего-то такого? Ну, не совсем так. Значит, давайте я скажу, задача, которую мы решили в прошлый раз, она звучала так. Надо было найти вероятность события... Что L пересекается с чего-то? Да, да, да. Состоявшего в том, что каждое множество из этой случайной совокупности... Каждое множество из этой случайной... Пересекается с... Пересекается непустым образом с первыми L элементами отсюда. Помните? 1, 2 и так далее L я описал. Я говорю, давайте найдем вероятность тому, что каждое множество из этой совокупности хотя бы по одному элементу цепляет вот это множество от нас. А теперь мы... А теперь мы считаем, сколько всего таких L элементных подмножеств. Ну, то есть, в прошлый раз мы говорили... Давайте так. В прошлый раз мы говорили, что множество 1, 2 и так далее L хорошее. Хорошее. Если L каждым своим множеством цепляется за него. И мы считали вероятность того, что оно хорошее. А теперь мы хотим посчитать количество хороших множеств. L элементных. Приятность? А? Мы хотим посчитать количество хороших L элементных подможеств. Вот раньше мы говорили только про первое множество, хорошее оно или плохое. А теперь мы хотим перебрать все возможные L элементные подможества и про как же это понять, оно хорошее или плохое. По-моему, я уже все подсказал. После вот этих слов, по идее, нужно сразу сказать, чем уравняется математическое ожидание САП. Ну, сразу, не сразу, но достаточно быстро. Количество таких L элементных подможеств, которые устроены так же, как в той задаче, которую мы решили на прошлом занятии. У нас было событие А. А вероятность этого события, это как раз и была вероятность того, что вот это множество хорошее, что совокупность его цепляет. Вероятность, что каждое множество DMA и Z перетекают 1, 2L, то C из N по K до S минус C из N минус L по K, деленное это C из N по K по S. Ну, я бы не так сказал, C из вот этой разности, C из N по K минус C из N минус L по K по S, деленное на C из C из N по K по S. Помните, почему это так? Потому что мы здесь посчитали количество всех k элементных множеств и вычли из них те k элементные множества, которые наоборот не цепляют, товарищи. Мы получили количество тех множеств, которые хотя бы чем-нибудь цепляют, а из вот этого множества вот такой вот мощности выбрали S в штуку. И получили совокупность, которая вот цепляет каждым своим множеством вот этот кусок. Помните, да, было такое? Да. Или это уже не осознается? Ну, это не нравится. Еще раз повторить? Не надо. Не надо? Ну, мне тоже кажется, что не надо. Значит, вот такая была вероятность. Ну, смотрите, а если бы мы вместо 1, 2 и так далее L написали бы что-нибудь другое, скажем, 2, 3 и так далее L плюс 1. И сказали бы теперь, что вот это множество является хорошим, если вот это то же самое. Согласны, что это равнятость такая же в точкости? А, значит, это будет вот это вот умноженное на C из N, V, L. Вот, правильно, все. Математическое ожидание X. Это и есть математическое ожидание X1 плюс математическое ожидание X с индексом C из N, V, L. Где номер вот этой вот случайной величины, X с индексом E, номер E, такой случайной величины, это просто номер в некоторой нумерации L элементного подмножства вот этого N элементного множества. И мы просто каждое из этих L элементных подмножств проверяем. Вот оно обладает этим свойством хорошести по отношению к совокупности M или не обладает? Сколько было обладания, столько единицы получится, то есть столько и будет хороших множеств. А оно здесь и написано. Количество таких L элементов подмножств, что каждый из них имеет непустое пересечение с каждой множественной совокупности. То есть является хорошим вот в этой терминологии. Правильно? Все, вот получился ответ. Фатематическое ожидание равняется, и вот здесь можно просто написать, равняется C из N по L умножить на вот этот кашу. Ну, сосчитали же? Ну, это важно, скажем. Но это страшно, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok